Доброе утро! Как видите, даже если ты поёшь не лючию, а поёшь барокко, то уже где-то на десятый день после каждодневных репетиций и восемь из них, которые являются именно оркестровыми, твой голос всё равно звучит немного басовым с утра. Что я хотела сделать? Смотрите, я буду, наверное, иногда выходить в эфир и делать какие-то обзоры и делать какие-то разборы некоторых комментариев, особенно которые дают мне, особенно на Ютубе. Вот Ютуб — это отдельная такая, знаете, площадка для самопрокачки своего внутреннего критика. Пару дней назад делала я эфир у нашей при генеральной репетиции, прямо рассказывала, что там, как нас всех колбасит, что происходит. И смотрите такую вещь. Первое, что я хочу сказать. Я прекрасно понимаю людей, которые иногда не хотят слышать или не принимают то, что я говорю. Я это понимаю и принимаю. Вот вообще как никто другой. Почему? Да потому что я говорю с точки зрения человека, не который находится в иллюзиях, как оно может быть, как оно должно быть, а человек, который находится в этом по факту и говорит и иллюстрирует вам жизнь не только свою, которую я прожила и проживаю, как артист, но и своих коллег, которые я вижу. То есть я нахожусь не сама только в этом, но я и вижу, что происходит вокруг. Я общаюсь с этими людьми, мы с ними живём бок о бок огромное количество часов. Смотрите, например, ситуация. Я говорю вот с этой точки зрения, вот так, видя это. Иногда могу покрутить немножко так, потому что у меня уже есть опыт и обучение в этом деле, и находясь внутри, и психологическое образование мне помогает огромное количество вещей увидеть. А бывает такое, что человек смотрит вот на искусство, на работу артиста вот вообще вот так, знаете, за километр. За километр это имеется в виду. Например, человек, который находится только, как бы он просто это слушает, и ему нравится, и он бы хотел когда-то стать этим артистом. Человек, который, например, хочет этому обучаться, человек, который уже учится, вы понимаете, все очень по-разному будут воспринимать эту материю. Например, да, сейчас вот работаю как психолог, я понимаю одну такую вещь, что когда ко мне приходит артист, в чем мой плюс, да, и плюс нашей психологической сессии. Человеку не надо мне много чего объяснять, я изнутри понимаю. Да, если я не умею отделять мой опыт и от того, что хочет человек, от его состояния, то я начинаю мой опыт артистический вот так вот наплюхивать на этого человека. И тут я должна очень хорошо себя ощущать и понимать. Но то, что я нахожусь и внутри профессии артистической, и снаружи как психолог, дает мне больший обзор, плюс опыт, плюс обучение, которое проходило, прохожу и как артист, и как психолог-специалист, оно дает больше возможности встать в разные точки и смотреть вот на это вот, да, и подальше, и поближе. Человек, который имеет только одну перспективу взгляда на что-то одно, он вам и будет с этой стороны описывать. Поэтому, когда мне кто-то начинает писать на Ютубе, я по этим комментариям могу видеть, что человек не меняет точки зрения, чтобы посмотреть на ситуацию, находится с одной, и из неё транслирует. Но смотрите, в чём минус может быть человека, который является и артистом, и психологом, когда вы к нему приходите за психологической специализацией. Ну, во-первых, то, что он может соединять свой опыт и накладывать его на вас. А другое дело, что очень часто такой человек, ему тяжело выйти изнутри профессии, посмотреть на ситуацию человека, который тоже пришёл в артистическую какую-то ситуацию, как бы рассматривать, посмотреть вообще не с точки зрения артиста, а с точки зрения другого человека. И тут, конечно, я поэтому говорю, не ходите вы только к одним людям, не ходите вы только к одному педагогу, не ходите вы только к одному психологу, если у вас там какая-то ситуация. Пойдите к разным людям. Почему? Да потому что каждый человек, в зависимости от своего состояния, от своего нахождения в той или иной жизненной ситуации, понимания себя, он даст вам разную перспективу. Вот, например, придёт ко мне айтишник, я с ним пень, что я знать не знаю, что он там делает в своей профессии, но я ему дам такую точку зрения, которую бы психолог-айтишник никогда бы ему дать не смог. Потому что я человек вне этого. Это, с одной стороны, поможет, а это, с другой стороны, может как бы навредить, когда очень узкоспециализированный вопрос. То есть надо смотреть, какие вопросы. Однако, это может вас обогатить, реально обогатить. Теперь читаю комментарий, который был на Ютубе, и иду прям вот строчка в строчку. Почему? Я хочу вам даже показать, что когда вы получаете что-то наподобие такого, понимать просто, как на это можно реагировать, да, и, короче, посмотреть, что с этим можно делать, и, возможно, что имел в виду человек. Опять же, читая комментарии, я буду интерпретировать то, что человек имел в виду, опираясь на какой-то опыт. Значит, был, повторяюсь, это комментарий к эфиру, который был вот по поводу при генеральной репетиции. Вот он висит в рилсах, у меня висит, где я рассказываю, да, то, что там происходит, как все нервничают вокруг, как коллеги мы друг с другом разговариваем, что тебя мотивирует сегодня прийти на работу, зная все вот это вот, да, чем ты мотивируешься. Как там коллега оставляет ребенка с няней, сама сидит вот так на репетициях, просто ждет, чтобы она вышла что-то порепетировать, да, и в это время она как бы не сидит с детем, а теряет тупо деньги на ничто, по факту на ничто. Значит, комментарий. Здравствуйте, Олена, вы счастливый человек, миллионы обладателей голосов хотели бы оказаться на вашем месте, но не сложилось. Ведь самое интересное для человека — познать самого себя, свой голос, свои возможности, встать на один ряд с великими исполнителями или хотя бы приблизиться. Я счастливый человек, я счастливый человек. Но это почему я счастливый человек? Потому что пройдя через пиздец моей жизни, моего опыта, у меня был выбор или пасть, и остаться в депресснике, или выходить из этого. И я счастлива, что я смогла выйти из этого. Я продолжаюсь учить выходить из этого, раз в раз, когда меня кидает, потому что систему-то работы я не поменяла. Понимаете? Вот. И я очень счастливая, что я теперь могу хоть чуть-чуть отделять, где моё, а где не моё. Я очень счастливая, что я понимаю, что если ты не будешь о себе заботиться, никто о тебе заботиться не будет. Ты никому не нужен, кроме себя самому. Тем более, когда ты попадаешь работать в какую-то организацию, которой от тебя нужен просто какой-то результат. Всё. Я счастлива, что я просто учусь сейчас выбирать себя в первую очередь. Вот поэтому я и счастливая. Хотели бы оказаться на моём месте, но не сложилось. Дорогие мои, то, что проживаю я, проживают мои коллеги, я вам рассказываю прямым текстом. Теперь спросите себя, находясь в том состоянии психики, голоса, жизни, по факту, справились бы вы? Не по иллюзиям вашим, что я бы точно справился? Один раз, да, два раза в неделю, месяц, три. А справились бы вы в течение лет с этим? Задайте себе вопрос. Я веду своё здоровье, свою типологию личности, свою психику. Справились бы вы этим? И теперь спросите вы себя, а не сложилось почему? Или для чего? Или почему я считаю, что у меня не сложилось? Может быть, у вас есть в тысячу раз больше, чем я сейчас у меня, но вы считаете, что это не сложилось. Задайте себе этот вопрос. Да, и ведь самое главное для человека познать самого себя. Мы не можем до конца себя познать, до этого невозможно дойти. Ты просто познаёшь всякие грани себя в разных ситуациях в жизни. Это то, что точно. Познать себя, свой голос, свои возможности. Да, свои возможности и лимит своих возможностей. То, чего мы не хотим знать, лимит своих возможностей. Как это так? Я всё должен уметь. Я весь такой, какой-то не такой. Внутри я ничего не умею. Но я же всем покажу. Ну, тут адекват, да? И вот дальше встать в один ряд с великими исполнителями или хотя бы приблизиться. Вот тут чисто желание самого человека. Я не хочу встать ни в какой ряд с великими исполнителями. А даже если я хочу встать с ними, я хочу рядом постоять, может быть, пообщаться с этими людьми и уйти. Потому что, прекрасно понимаешь, человек мне выдаст определённую маску в самом начале. То, что я знаю об этих людях, тем более через соцсети, это маски. Это не сам человек. Потому что человек один состоит из миллионов этих масок. А показывает он только то, что он в себе принимает и что принято показывать. И да, приблизиться к ним, чтобы что-то научиться из себя узнать. Но не говори, «Боже, ребята, ну даже почитайте элементарно, вот об этой калос все рассказывают. Вы хотели бы прожить жизнь калос? Ответьте себе сами на этот вопрос. Это ваш ответ будет». Всё, через что она прошла. Не только вот эту часть хочу, а вот ту не хочу. Не, она же всю жизнь жила. Да, в этих абортах на шестом месяце. Эти похудения с червями и всё вот это, вот что она там проживала. И да, её триумфы. Вы бы всё это хотели прожить тупо так, как это сделала она. Понятно, вы бы принимали какие-то, возможно, другие решения. Но вот просто взяли бы сейчас, я не знаю, поместили бы вас в жизнь калос, вот вашу душу, ну, ключ переселения бы произошло, да, вот эта душ, телес, чего-то там. Вы бы хотели такое прожить? Или бы вам сказали, да, иди живи в жизнь калос, но с тобой случатся те же самые ситуации. Хотели бы вы этого? Я не хочу. Я не хочу такого. И да, есть люди, которые выбирают головокружительную карьеру, которая там бы в несколько лет прошлась бы по всем мировым театрам, а потом, например, я не знаю, сдохнуть от усталости, поменять профессию, умереть, но зато потриумфить, не знать сколько, ради того, чтобы, я не знаю, себе что-то доказать, маме доказать, раскрыть в себе кучу всего там, я не знаю, что ещё поделать. А есть те, которые просто хотят работать в этом, не триумфировать там, не понять, где просто в этом быть, получать там деньги для этого, за то, что он занимается любимой профессией, приносить какую-то пользу, понимаете, ценности у всех абсолютно разные. Самое интересное для человека познать самого себя, свой голос, свои возможности, встать на один ряд с великими исполнителями, вот тут самое важное это для неё, для этого человека, который это писал, но не для всех, вообще не для всех, вот вообще не для всех. И дальше, в ваших рассуждениях много противоречий, например, вы говорите, что в опере всё поменялось, и тут же добавляете, что все хотят слышать оперную музыку такой, как это принято. Давайте по порядку. Конечно, в моих словах очень много противоречий, если вы хотите слышать эти противоречия. А если вы хотите узнать, о чём я имела в виду, вы меня спросите, о чём я имела в виду? То есть, я могу идти от слов или я могу идти к словам, понимаете? И не интерпретировать, а мы все интерпретируем эту жизнь, но чтобы знать, что я имела в виду, спросите меня. И тогда вы будете знать, по крайней мере, не правду вашу, а правду мою. По крайней мере, её узнаете. Из стопудов, конечно, мои слова, даже я сама себе иногда могу противоречить, потом что-то я слышу, что я говорю, я меняю, то есть я не говорю, что это правда в последней инстанции. В этом эфире я раза четыре сказала, что то, что говорю, я не является правдой в последней инстанции, не является. Значит, в опере всё поменялось. В опере, по сравнению с годами, я это говорила в эфире, очень всё поменялось. Классической музыке поменялось. Поменялось то, что меняется сейчас скорость того, как быстро мы должны что-то учить. А ожидание качества осталось от нас то же самое. Я написала в комментарии к этому комментарию, что одно дело, когда тебе дают возможность выучить какое-то произведение. Вот инструменталисты знают, что надо в играть, в мышцу в играть что-то надо. Надо пройти свой путь изучения какого-то произведения. И каждый для этого имеет свой темп, свои какие-то ритуалы изучения этого дела, своё время. И одно дело, когда тебе говорят, что ты за два дня это должен выучить, один раз ты можешь такой марафон пройти. За два-три дня выучить какую-то одну партию. А как долго вы, имея в виду своё здоровье, свою психику, свою типологию личности, в состоянии так жить годами? Задайте себе этот вопрос. А мир, нам сейчас как бы идеализирован этот автоматический мир, чтобы ты мог сделать работу за пятерых, за десятерых очень быстро и так же качественно. Почему? Потому что, когда ты выходишь на сцену, люди не знают, что ты это выучил очень быстро, что у тебя не было времени это впеть, что у тебя не было времени это выиграть, в психику это ассимилировать, что ты уже задолбанный. У тебя вот один выходной сегодня перед премьерой, а до этого у тебя репетиции было дофига, а до этого ты выходил утром на репетицию, вечером ты спел спектакли других произведений. Они не хотят приходить в зал и видеть твою усталость. Они хотят видеть такое же качество, как от человека, у которого покрыты все базовые потребности, который может себе позволить быть на фрилансе и петь один раз в год какую-то одну постановку. Возможно, его деньги не парят, вот он думает реально про искусство в этот момент, у него есть на это вся энергия его жизни. Понимаете? В такой степени это две огромные разницы. Требовать качество от людей, которые находятся в кардинально разных условиях, в разных психологических состояниях. Вот это поменялось. И то, одно дело, это работать в штате театра, в оркестрант, вихарист, артист, солист. В странах СНГ другое дело в Европе. Одно дело это в Германии, другое дело это во Франции. Законы разные, условия труда разные, все разное. Ребята, качество хотят все видеть на высшем пилотаже, тем более через свои субъективные мнения. Это нравится один тип звучания, кому-то другой, кому-то третий, кому-то пятый. А все мы хотим на сцене видеть радостных, идеальных людей. Вот это мне больше всего поражает. После всех этих пиздецовых репетиций, я вчера вот так залипла и сидела, смотрела на всех моих коллег, поражалась, поражалась, откуда эти люди находят силы и энергию, как они выходят на ту сцену и как сразу из вот этого человека, который орал за сценой, что он устал, выходит артист и творит чудо. И ты, артист, ты на это смотришь и ты не можешь оторвать глаза от этих людей. Вот это поражает. Вот это поражает. Тем более, когда ты понимаешь, что ты не только зритель, а когда ты изнутри все это увидел, как это все происходило. Вот это невероятно. Вот я потом захожу, эти коллеги, какие бы они психи не были, как бы они там не орали за сценой. Ну не на меня вообще возмущались, потому что даже когда они на тебя орут, а просто возмущаются за ситуацию, ты находишься в этих энергетиках. Энергиями ты, да? Пофиг, ты им уже прощаешься, ты их обнимаешь, целуешь, потому что они невероятные. И ты понимаешь, сколько это стоит человеку сделать. Вот скажите мне, человек, который вот так смотрит сдалека на искусство и говорит мне о том, как должно быть, понятие хоть какое-то имеет о том, как, когда ты смотришь со всех сторон. Нет. Поэтому я прекрасно этих людей понимаю, когда они мне пишут подобные вещи. в том эфире я сравнивала с эстрадой, что нет стандартов. В эстраде стандартов звучания нету. Нету. Есть определённая традиция, если она уже сформировалась годами, примерно, да, там, ну, какие-то, я не знаю, опять же, люди сравнивают, да, например, вот она звучит как Хьюстон, вот она там взяла вот эту мелизматику, делает её так, как делает там, я не знаю, это Кэрри, крутейшая вот эта вот, да, чувиха обожаю, который пять октав там поёт. Вот. Да, сравнивают, но появится какая-то другая чувиха с другим темпром голоса, она начнёт сама что-то петь, что-то выдавать из себя, её не начнут сравнивать с тем, что она не Хьюстон, а будут говорить, вау, как она это обалденно делает, под неё напишут песню, так, как это делали раньше в классике, писали партии под артистов, то, что делают сейчас в современной музыке, именно те, кто пишут современную, скажем, классику, да, ну, я общалась тесно с этими людьми, очень тесно, я знаю просто, что это такое, как люди создают эту музыку, как, на что люди опираются. И дальше пишет девушка, да, хотя не имея стандартов, гораздо труднее обучаться, то есть разнообразные подходы к эстрадному исполнению не способствуют этому. Я тут немножко не могу понять с одной стороны, что имеется в виду, то есть лучше иметь какой-то стандарт и стремиться к этому стандарту, наверное, у человека опять же в этом ценность, да, и иметь хотя бы что-то, на что я могу опереться, а самому что-то создавать опасно или страшно, или ты не знаешь, как правильно, потому что, а как же, если нету правильного, а как тогда? а просто так, изучая, экспериментируя, человеку в голову может это не приходит, а может для него это опять же не является ценностью. Когда ты имеешь стандарт, да, он тебе даёт направление, но он на тебя сразу накладывает вот эти понятия, как должно быть, тебе дальше выбирать, тебе это помогает или нет. Вот и всё. И разнообразные подходы к эстрадному исполнению не способствуют этому. Вот тут можно поспорить. Вот реально, кому-то очень поспособствует, кто-то себя отпускает, звучать так, как хочет, а другому надо за что-то зацепиться. Люди, это изучайте свою типологию личности. Есть люди, от которых, когда забираешь какие-то основы, от всех в принципе, но вот когда определённые какие-то очень точные основы забираешь, человек просто может потеряться. Это правда. Это правда. Так, насчёт вокалистки, которая сокрушается, что няня сидит с ребёнком. Ой, тут вот иногда я за коледо могу порвать, честное слово вам говорю. Неужели всё так, плохо с оплатой её труда, ведь репетиции тоже оплачиваются, что она должна думать о таких мелочах? Я говорила о том, что у меня коллега сидела на репетиции, да, и думала о том, что сейчас она платит 70 евро за пару часов няне, а сидит сама на репетиции и просто ждёт, чтобы её выпустили на сцену. И дальше. И потом, даже просто наблюдать, как работают коллеги, очень полезно для развития своих навыков. В немецкой системе людям, которые работают в штате, они имеют фиксированную заработную плату. Пофиг абсолютно, сколько спектаклей ты поёшь в месяц и сколько репетиций ты поёшь, если ты солист. Если ты хорист, которого взяли на маленькую партию, да, ему за репетиции не оплачивают, но за выход на сцену, исполняя эту партию, ему оплачивают, даже если он хорист из этого театра. То есть перед тем, как писать подобные сообщения, узнайте, как работают разные системы в разных странах. А получается так, что я смотрю вот только так, потому что я так живу, значит, это является правдой жизни. Нет. Это является правдой жизни в той системе, в которой работаете вы. Возможно, там, где находится именно вот девушка, которая писала, там оплачиваются все репетиции, там меняются в зависимости от того, какая у тебя загрузка, меняется твоя заработная плата. В немецкой системе нет. И оплата труда такая, что мы иногда, когда говорим, сколько нам платят, я говорила один раз, какая у меня зарплата, когда говорим, сколько нам платят, люди поражаются со стороны, как могут артисту так мало платить, солисту. А тем более поражаются, когда я рассказываю, что хористы получают по умолчанию больше, чем солисты за месяц. Это тоже поражает людей. Как такое может быть? И что, да, один человек с этой зарплатой вполне себе нормально может прожить, если обладает какими-то навыками с финансовой грамотностью. А семья одна с ребенком тем более прожить без вот этих профсоюзных помощи, без этих денег на мать, без всяких этих. Я не знаю, как эти люди выживают. Не знаю. Поэтому артист в немецкой системе, если он тут решил долго задержаться, он раз 500 тысяч подумает, заводить того ребенка или нет. Поверьте мне. И это я вижу по своим коллегам, которые сейчас две коллеги вернулись с декрета в этом году. Две наци-сопран наши. И я вижу прекрасно, и я слышу, я общаюсь с этими людьми. И я вижу, какие предпринимают действия другие мои коллеги, чтобы вообще даже не вставал вопрос с беременностью. Потому что они прекрасно понимают уровень своей силы и энергии, выдержать это или нет. Поэтому насчет вокалистки, который сокрушается, что у меня не сидит с ребенком, неужели все так плохо с ее оплатой, то и да, ведь репетиции тоже оплачивается, что она должна думать о таких мелочах. С одной стороны, вот я вам сейчас описала, если сейчас включить мое чувство, вот меня, знаете, вот тут меня вот прям хватает, вот даже не обида, а такая злость, что человек ни херетища не знает, что такое именно вот. Если бы он знал, он бы такое не писал. Или он это пишет, чтобы зацепить. Или он пишет, ну я скорее всего и склоняюсь, он просто пишет, потому что он знает другую правду жизни и ее цепляет на все, да, эту правду жизни. И потом, даже просто наблюдать, как работают коллеги очень полезно для развития своих навыков. Смотрите, дорогие, это полезно, если вы по типологии личности являетесь таким командным игроком и у вас есть энергия на то, чтобы обучаться в команде. Если вы находитесь на том уровне вашего развития личности, обучения, где вам реально надо обучаться об других, если у вас есть ресурсы сегодня, просто наблюдать за людьми. Понимаете, сколько вводных должно быть, чтобы реально на постоянном уровне сидеть и получать удовольствие и наблюдать и развивать свои навыки. Да, мы обучаемся через зеркальные нейроны, то есть я наблюдаю за кем-то, у меня активизируются в мозгу те же самые участки, как у человека, который просто это делает, а я за этим наблюдаю и у меня работает то же самое в мозгу, что работает у него в мозгу. Это поразительно, мы так обучаемся. Все-таки, если бы это работало всегда, мы бы пару раз YouTube послушали, мы бы все пели бы идеально. Все-таки там что-то отфильтровывается, то есть все-таки на это влияет вот все то, что я сейчас перечислила. И, конечно, когда вы только начинаете обучаться чему-то, сидеть в команде и смотреть, как это делают другие, полезно. Но я вспоминаю свое консерваторское образование в Киеве, тем более, когда мы вот это сидели по пять часов, слушая всех. Ребята, ну даже при том, что ты учишься об всех, у тебя мозг может концентрироваться на чем-то не больше там 20 минут. И то, там такая плавающая концентрация. Поэтому, когда ты сидишь два часа, втыка, уставший, замученный, думающий о своих потребностях жизненных, ты не в состоянии наблюдать за коллегами, которые, блядь, иногда так тупят, будем откровенны, и я тоже иногда так туплю, и я представляю, как за мной кто-то в этот момент наблюдает. Ну чему, да, он может научиться, если он в ресурсе, научиться тому, как можно по-другому на это отреагировать. Что бы сделал он, если была бы, то есть не осуждая меня, там чмо болотное, да, а что бы можно было, как, ну на это надо иметь ресурс, надо иметь силы, надо иметь покрытые свои потребности, которые дают тебе возможность высвободить энергию, чтобы это делать. Тут очень, очень, очень индивидуально надо подходить к такому понятию, что смотреть на других. Я вам скажу сейчас свой личный опыт, когда я уже поняла, что я не могу обучаться долгое время, находясь в какой-то команде. Я сейчас находилась в наставничестве у одной вокалистки, очень классная, она просто, она удивительный, чудесный человек, обожаю ее всей душой и сердцем. Однако там система была такая, что когда мы там начинали петь, надо было вот всем вместе сидеть и слушать всех. Это было по 5-6 часов, ну не по 5-6, по 4 часа точно длились эти эфиры. Я находясь, не в плане туши, я великая, блядь, солистка, нет, я находясь на своей работе, со своими обучениями, с клиентами, у меня физиологически сил не хватало бы выдерживать 4 часа слушать других людей, которые поют. Я даже если слышу, опять же, смотрите, когда вы слышите, как кто-то решает свои проблемы вокально, это здорово, но когда вы слышите, когда человек повторяет одно и то же, и вам не подходит по разным причинам, внутренним, психологическим, физиологическим, то, что он делает, и он даже повторяет это 5 раз, пытается это решить, у вас мозг цепляет, у вас связки работают вместе с теми людьми. Очень аккуратно будьте, когда вы сидите с кем-то. Я вот писала, я ей говорю, я очень рада, что я с тобой познакомилась, ты мне столько дала, но формат вокалистов обучения вот так вот в группе, даже она как бы работает один на один с тобой, но ты сидишь и наблюдаешь за всеми, да, мне он уже не подходит, мне тяжело даётся, например, обучение на психолога, когда мы в группах, да, долго сидим, и то, там читает педагог, там лекции, потом мы там в залы расходимся, что-то тренируем, ну там 10-15 минут что-то потренировать, а потом выйти опять в общий зал, да, но не сидеть без конца и слушать, как другой человек через что-то проходит. У тебя должны быть на это ресурсы, силы и понятия, когда ты можешь это отделить, а что ты можешь взять, что не можешь взять, тело всё равно что-то берёт на автомате, то есть, ребята, тут надо, ну, очень аккуратно с этим быть, очень, зная себя, изучая себя, поэтому, да, иногда полезно наблюдать за другими, а иногда для тебя это не полезно, иногда даже, ну, бежать оттуда надо просто. Возможно, вам и другим коллегам, приходя в театр на работу, надо просто-просто подумать, ура, я на своём месте, я звучу, я создаю магию театра, я одна из немногих избранных. Дорогие, сразу про одна из немногих избранных. Я когда попала работать в театр в Германии, меня послали, я рассказывала, с фанфарами, да, что всё, сейчас там попоёшь, там полгодика, и потом пойдут мировые театры, мировые театры, и с одного театра можно легко переходить в другой, то есть проблем тут никаких нету, вот. Вот я когда попадаю сюда, я просто вижу, как мы работаем, что ты выйти из города не можешь, ты выехать из города не имеешь права, если ты находишься в репетиционном процессе без разрешения официального, да, вообще без разрешения официального ты не имеешь права покинуть город. Ты должен всегда быть в доступности часу езды от театра, даже если ты сегодня не поёшь, потому что бывает такое, а такое было, ты лежишь дохлый, один выходной тебе дали, тебе звонят из секретариата, говорят, у Илёна, у нас концерт там отменился, спектакль, а могли бы вы сегодня прийти и вместо этого спеть какую-то там пару арий каких-то, ты лежишь дохлый, ты говоришь, нет, не могу, у меня однистынный выходной, не могу. А представляете, если бы я в этот однистынный выходной и сказал, поеду я в другую страну, поеду я в там соседний город. То, что можно с одного театра в другой, вы знаете, чтобы поехать на прослушивание в другой театре, я должна писать, во-первых, чтобы у меня совпали даты. Если у меня репетиционный процесс, меня никто не отпустит никуда. Но даже если совпадают, тебя должны отпустить, у тебя должны быть силы на то, чтобы туда поехать. И опять ты проходишь тот же прослушивающий вот этот опыт, как и до того, как ты вообще в театр попал. Всё. Вот. И когда вот это тебе говорят, ты одна из немногих избранных, смотрите, что было. Я когда вот это попала в этот депресняк, потому что были 7 этих постановок подряд, да, я приезжала в Испанию, я в ужасе рассказывала тем, кто меня с фонфарами провожал, как это всё тут происходит. И люди мне вот что говорили, ты неблагодарная, потому что ты попала туда, куда хотят попасть многие. Как ты можешь вообще такое говорить? Ты же в театре. Человек находился вот тут. Он знать не знал вот это вот всё с разных сторон. Он знать не знал. Знать не знал. Поэтому, когда мне говорят, ты одна из немногих избранных, да, возможно, это уже моё искажение, потому что мне очень часто это говорили в упрёк. И когда я говорила, что мне болит, и в чём проблема, и надо это как-то решать, мне вместо того, чтобы поддержать меня, дать какую-то возможность решить эту ситуацию, мне начинали говорить, что я тварь неблагодарная, и не имею права даже так чувствовать. Знаете, какой кошмар. Ну, сейчас я понимаю, что человек не мог мне ничего другого сказать, потому что он находился в иллюзиях своих, в своих ожиданиях. А то, что я говорила, шатало его иллюзии, шатало грубо... А иллюзия — это на то, на что он опирался. Шатало его правду жизни. Если он сейчас бы поверил мне, подорвалась бы его опора. И тогда бы он впал в депрессия. Вот такое вот происходит. Поэтому тебя начинают сразу обнулять огромное количество людей, когда ты говоришь то, что есть. Если ко мне кто-то придёт и расскажет из фрилансеров, которые поют по Метрополитам, что там происходит, а рассказывают иногда, поверьте. Вот. Я не начинаю им говорить, ты неблагодарна, потому что ты там, где хотела бы я быть и многие другие. Нет. Я понимаю, что если человек это рассказывает, он что-то под этим имеет в виду. Своё. Иногда он реально правду говорит. Иногда он это говорит, чтобы что-то приукрасить. Однако я не обесцениваю это. Я не обесцениваю этих его чувств. Этих его состояний нет. Он почему-то именно так мне хочет что-то донести. Вот из-за того, что у Рая на своём месте, я звучу, создаю магию театра. Дорогие, вы звучите тогда, когда у вас или дохеретища сил, или когда у вас уже до такой степени именно в этой системе, я сейчас говорю про немецкую систему, то даже если взять что-то другое, в любой системе, если у вас нет энергии и сил, и вы что-то ожидаете от себя, от того, что вы дать не можете, то вы всегда будете, ну, фрустрированы. Я на своём месте, я на данный момент на своём месте. А может быть, огромное количество людей не на своём месте, они страдают от этого. создаю магию театра. Ну, по поводу магии театра, это вообще отдельно, как бы я со своим, да, таким скептическим отношением к магии театра. Вот, что такое магия театра? Вот, мне бы интересно было спросить этого человека, что она вкладывает, вообще-вообще, в каждое слово, что она вкладывает, что она понимает под слово магия театра. и знает ли она, что стоит создавать магию театра. Не зрительного зала, а изнутри. Возможно, она это знает, но со своей, как бы, да, правдой, со своей системой, со своего, как бы, опыта жизни. Поэтому, вот такой вот интересный комментарий я сегодня прочитала. Я оставлю этот эфир. Ребята, я не хочу менять вашу жизнь, я хочу, чтобы быть великим пророком. Единственное, наверное, почему я вообще всё это делаю, я хочу, чтобы вы учились себя ощущать и себя понимать. И когда мы видим людей, только которые говорят про свою жизнь с точки зрения я, 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 и это правда, вот то, что чувствую я, мы теряемся. А когда человек говорит, вот это то, что прожил я, и я это прожил так, однако ты, возможно, это проживёшь по-другому, а как у тебя? Человек тебя учит своим примером смотреть с разных точек зрения, познавать себя самого, с точки зрения мозгу, с точки зрения тела, эмоций. ищите 10 тысяч разных, вот на одну ситуацию, ищите как минимум два, две точки зрения, и тогда у вас уже просто взрыв мозга произойдёт, терапия уже тогда происходит, когда человек на одну ситуацию не тупо с одной, с одной точки зрения смотрит, а хоть немножко с другой. это один из самых главных, как по мне вообще, инструментов психотерапевта, называется рефрейминг. То есть когда ты на одну ситуацию в состоянии, и прикола ради смотришь с разных точек зрения. Мозг взрывается, состояние меняется, ты поражаешься, как такое может быть, когда просто меняешь или свою локацию, или локацию ситуации. Я вас всех обнимаю, целую, у меня сегодня пару сессий. Вот, я сейчас пойду немного побегаю на своём коне, и ёлка у меня там висит, у меня Новый год всегда, у меня всё прекрасно. И немножко отдохнуть перед завтрашней, такие примеры. Будут у вас какие-то вопросы, желания что-то поразбирать, какие-то, я не знаю, ситуации или какие-то тоже комментарии, кидайте мне их в личку, я с удовольствием их поразбираю, вот максимально стараясь, понятно, я всё равно делаю это субъективно, но максимально стараюсь выходить и смотреть с разных точек зрения на это всё дело, что и вам желаю учиться делать. Чем больше будет этих точек зрения, тем свободнее вы будете, тем счастливее вы будете. Всем хорошего дня, эфир сохраню, посмотрите, и буду рада каким-то фидбэкам, интересно ли вам такой вот формат. Общение нашего, всё, всем пока, сеньки!